Россия продолжает принимать беженцев из республик Донбасса. Переселенцы из зоны боевых действий находят пристанище и в городском округе Люберцы. Наш следующий сюжет об истории Ольги Зубцовой, которой пришлось покинуть свой дом вместе с 7-летней дочкой и будущим ребенком, который должен родиться в середине июня. Здравствуйте, я пришла встать к вам на учет. Ну понятно, пожалуйста. Украинский паспорт и календарь беременности – все, что есть в руках будущей мамы. Из Донецкой области Ольга Зубцова приехала неделю назад с 7-летней дочерью. Не теряя времени, девушка обратилась за помощью к медикам. Переживает за состояние еще одного ребенка, которого носит под сердцем. Шестой месяц. Уезжать, конечно, тяжело было, потому что там и родственники, и жилье свое, все свое. И ехать в никуда, конечно, было очень тяжело. Но еще тяжелее жить под обстрелами. А переезд в никуда оказался не так страшен. Люберецкие врачи с радостью взяли Ольгу под свое крыло. Теперь состояние здоровья и мамы, и будущего ребенка в надежных руках. Ребеночек лежит головкой вниз. В принципе, так, как ему уже и положено расположиться к родам. УЗИ показало, что у Ольги будет еще одна дочка. В дальнейшем пациентке Московского областного центра охраны материнства и детства предстоит тщательное обследование у узких специалистов. Кроме того, к работе готовы подключиться психологи и юристы. В течение беременности, в благополучном, я бы сказала, течение беременности роль психолога немаловажна. А в случае Ольги она вдвойне необходима, потому что человек, который пережил достаточно серьезные события в своей жизни, это всегда откладывает какой-то отпечаток, откладывает отпечаток на психоэмоциональном фоне. К счастью, события, которые произошли в жизни девушки, никак не отразились на состоянии малышки. Теперь во второй женской консультации у жительницы Донецка есть электронная карта. И что самое главное, люди готовы и помочь в любую минуту. Чувствую, конечно, себя под защитой и настроение получше уже. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.